Во что поиграть на телефоне? Я уверен, этот вопрос волнует многих из вас. И если вы находитесь в поиске, то этот видеоролик точно для вас. Сегодня я расскажу тебе о лучших играх на мобильные устройства, в которые можно залипнуть на десятки часов как минимум, и которые совсем не стыдно рекомендовать своим друзьям. В эту подборку попали игры самых разных жанров. И гонки, и экшены, и РПГ, и квесты, и даже хорроры. Поэтому я совершенно точно уверен, что ты найдёшь что-то интересненькое для себя. Присаживайся поудобнее, на связи как всегда отец Евген, проживай мне свой отцовский пальчик век заранее, и приятного тебе просмотра. Ну а перед тем как мы начнём, напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, в котором ты можешь скачать абсолютно все игры из моих подборок. Ведь наверняка тебе известно, что часть проектов недоступна для российских игроков. Поэтому я спешу собственно на помощь, чтобы ты не ломал голову и не искал их в попыхах. Все игры собраны в моём телеграм-канале по хэштегу «Игры от Евгена». Телочку на телегу я оставил в описании и в закреплённом комментарии. Переходи, скачивай и кайфуй. В моей телеге ты можешь найти не только игры из данных подборок, но и такие годные проекты, как «Мобильный Warzone», «Дивизия», «Бутстрайк», «Недфорспид», «Радуга 6», «Девил Майкрай» и другие крутые игры. Короче, много говорить не буду, в телегу зайдёшь, сам всё увидишь. Ну а в качестве благодарности, надеюсь, на неё подпишешься. Спасибо. Амнезия. Классический хоррор на выживание от первого лица, портированный с ПК на Андроид. В своё время, а конкретно в 2010 году, именно эта игра дала большой пинок всему жанру хоррору. Одна из главных фишек амнезии – это рассудок главного героя. Каждый раз, чтобы он у вас не падал, нужно будет находиться под светом. А для этого вам нужно будет собирать масло для фонаря или огнева, чтобы зажигать свечи или лампы в своём окружении. А как только шкала рассудка понижается, то будьте готовы наложить штанишки. Мунлайтер. Это игрушка в жанре экшн-рпг с элементами рок-лай, которая по-новому показывает нам привычный жанр рогаликов. Вышла она в 2018 году для ПК, но совсем недавно была портирована для мобильных устройств с сервисом Netflix. Но так как Netflix из-за всеми известных событий не доступен на территории нашей страны, то многие геймеры даже и не в курсе, что этот и несколько следующих очень крутых проектов стали в этом году доступны для телефонов. Вы погрузитесь в повседневную жизнь главного героя по имени Уилл, отважного торговца, который втайне мечтает стать героем. Исследуйте огромный открытый мир, управляйте собственным магазином, сражайтесь с огромным количеством врагов и боссами, прокачивайте своего персонажа, создавайте предметы и изучайте новую магию. Чем заняться в этой игре вы совершенно точно найдёте. Я вам говорю это сейчас как человек, который в эту игрушку наиграл больше 100 часов стимы. Dead Effect 2. Научно-фантастический хоррор-шутер от первого лица с элементами ролевой игры. Вас ждёт прекрасная графика консольного уровня и потрясающий геймплей, приправленный очень интересной историей на более чем 20 часов прохождения. События игры разворачиваются в 2083 году, как и в первой части на территории космической станции Meridian, которая буквально кишит ордами зомби. В отличие от прошлой части, сюжет здесь на 10 голов круче. Вы в роли бывшего спецназовца будете выполнять поручения по спасению оставшихся в живых на станции людей. Основная задача – освободить корабль от монстров и военных, долететь до планеты Таос-Эти и заняться изначально миссией экспедиции – колонизацией новой территории. High Water. Смесь адвенчуры и пошаговой тактики от студии Netflix. Игра предлагает пуститься в путешествие по Земле, которую настигла климатическая катастрофа. Как и завещал дядя Илон Маск, все миллиардеры хотят улететь на Марс. А вот кучке молодых людей придется найти убежище в затопленном регионе Хайтауэр, где как раз и спрятались богатей. Геймерам предстоит путешествовать на лодки, заводить друзей, отбиваться от мятежников, храсть припасы и выяснить, где же зарыта собака. Вас ждет огромный проработанный мир с лихо закрученным сюжетом в лучших традициях Netflix. И, конечно, незабываемые, хорошо прописанные герои. Нино Куни. Это прямое продолжение популярной серии GRPG, игры которой выходили на консолях и ПК. Картинка выглядит хорошо даже на ПК, а по меркам смартфонов она здесь просто великолепна. Если вы любите графику Genshin Impact, то графика в Нино Куни вам точно понравится. Визуальная составляющая приправлена ей отличным звуковым оформлением. Следить за развитием истории интересно. Завязка сюжета и его развитие грамотно поддерживают желание игрока узнать, что будет в конце. Парготен Меморис. А это мой личный фаворит сегодняшней подборки, который я настоятельно рекомендую вам попробовать. Если говорить кратко, то перед нами самый классический сурвайвл хоррор, сочетающий в себе исследования, рефлексию, головоломки действия и выживание с геймплеем, ориентированным на леденяющий душу страх. По сюжету вы играете за Розу Хоккенс, женщину, которая ищет пропавшую девочку Эддер. Она просыпается в странном неизвестном ей месте с пулевым ранением. По ходу поисков пропавшей девочки, она понимает, что попала в центр страшной трагедии. Розе предстоит столкнуться со своими самыми глубокими страхами, для того, чтобы разгадать леденяющую кровь тайну. Одна из фишек и главных достоинств проекта, это, конечно же, ее сюжет. Он здесь просто на 10 из 10. Вот просто после просмотра бегите ко мне в телегу, скачивайте игрушку и наслаждайтесь. Игра просто... Чок гузель! Это по-турецки за... Эд Целс. Уверен, что многие уже слышали про эту игру, но я просто не могу не включить ее в список, говоря о лучших играх на мобильные устройства. Поэтому она, собственно, здесь. Это экшн-платформер жанр Роглайт и Метроид Ваня, которому вам предстоит окунуться в захватывающие 2D-сражения с огромным выбором оружия и навыков против беспощадных боссов и их приспешников. Вас ждет абсолютно нелинейный ход игры. Исследуйте постоянно после каждой вашей смерти меняющийся и разрастающийся замок в поисках разгадок всех тайн зловещего острова. Изучайте поведение своих врагов, чтобы выжить. Открывайте с каждой смертью все новые уровни и выбирайте свой путь в зависимости от текущей прокачки персонажа, вашего стиля игры или просто настроения. Паскаль Вагнер. Я уверен, многие об этой игрушке даже не слышали. Оно и не удивительное. В свое время среди нелюбителей покупать игры на мобильник она не получила должного отклика. Говоря кратко, это китайский клон Dark Souls и Bloodborne, который помимо мобильных устройств позже зарелизился и на ПК. Поэтому, если вы любитель подобного жанра, то игрушка вам определенно понравится. Консольный уровень графики, отличный проработанный сюжет, за которым действительно интересно наблюдать. Хорошо прописанные диалоги, очень харизматичные персонажи и красивейший мир. Игрушку для себя я открыл совсем недавно, и уже на протяжении нескольких недель в нее залипаю. У нее нет вообще никаких аналогов. Ее смело можно назвать настоящим сокровищем для мобильных устройств. В особенности, если вы любите Dark Souls и его механики. Valiant Hearts Coming Home. Это прямое продолжение потрясающей игры от Ubisoft, которая выходила на ПК в далеком 2014 году. И тогда эта игрушка, стоит сказать, вызвала слезы у сотни тысяч геймеров. Да даже я, пройдя ее, пустил мужскую слезу. Уж настолько там крутой сюжет, пацаны. Сейчас такие игры с подобным сюжетом, конечно, большая редкость. Первая часть игры рассказывала нам о судьбах нескольких героев на западном фронте Первой мировой. А во второй части мы узнаем историю про их попытки вернуться домой на фоне кровавых битв и больших потерь. Как и в первой части, игровой процесс представляет собой некую смесь из экшена, исследований и головоломок. И, кстати, братишка, если ты по какой-то неизвестной мне причине не играл в первую часть, я вообще не знаю, как такое вышло, потому что в этот шедевр, блин, любой геймер должен поиграть. То ссылочку на установщик первой части, как и на вторую, я публикую в своем Телеграм-канале. Подобную игру должен поиграть абсолютно каждый уважающий себя геймер. Суперхат Мобайл. Люди, которые хотя бы немного интересуются играми на ПК, наверняка слышали о такой культовой игрушке, как Суперхат. Для тех, кто в танке, это шутер от первого лица с уникальным геймплеем, основанным на времени. Управляйте персонажем, который должен сражаться со врагами, используя оружие и ближний бой. Основная фишка – это время, которое движется только тогда, когда движется ваш персонаж. В мобильной версии вас ждет режим «История» и «Быстрый вызов». И тот и другой режим – довольно интересный экспириенс для мобильных устройств. Лимбо. И еще одна легенда, которая была портирована на мобильное устройство. Изначально Лимбо была выпущена для игровых консолей и впоследствии, в связи с небывалой популярностью, была портирована на большинство игровых платформ, в том числе и на Android. Сюжет разворачивается вокруг маленького мальчика, который в поисках своей сестры попадает в сказочный мир, выполненный в монохромных тонах и наполненный разнообразными ловушками. Лимбо – это игра, получившая огромное количество наград на игровых фестивалях и выставках, благодаря не только своим механикам, но и потрясающим, очень трогательному сюжету. TMNT Shredder's Revenge. И еще один порт офигенной игры с ПК. Это яркий, сделанный с любовью скроллер в жанре Beat'em Up, в основе которого лежит легендарный образ черепашек из 1987 года. Если вы, как и я, застали черепах на приставках Sega, то вы совершенно точно кайфанете от процесса в этой игре. Если говорить кратко, то эта игра – дань уважения классическим играм о черепашках, яркая пиксельная графика, старомодный геймплей, улучшенный свежими механиками, легендарные персонажи и транспорт из вселенной черепашек-ниндзя, зуботребительный экшен и возможность одновременной игры в команде для четырех человек. Например, вы можете по блютузу подключить два геймпада к своему устройству и играть, например, в черепашек с другом. Я, кстати, эту игру в стиме за 1200 рублей в свое время купил и ни капли не жалею о потраченных деньгах. Ну потому что это годнота и за подобные проекты разработчиков действительно стоит поддерживать монеты. Бесконечное лето. А это еще один порт с ПК в жанре нелинейной графической новеллы. По сюжету вашего героя зовут Семен, который попал в одну очень интересную ситуацию. Сема просто случайно заснул в автобусе лютой зимой, а когда проснулся, оказался в незнакомом месте среди жаркого лета в пионерлагере Савенок. Чтобы разгадать, что же с вами случилось, вам придется получше узнать местных обидателей, а может даже и встретить собственную любовь и сделать с ней... Да-да, здесь есть 18 плюс контент. Разобраться в лабиринтах сложных человеческих взаимоотношений и своих собственных проблемах, а попутно решить загадки лагеря. Ну и, конечно, узнать, как вернуться обратно в свой мир. Или, может быть, не возвращаться вовсе и остаться здесь навсегда? Implosion Never Was Hope. Через долгих 20 лет после поражения Земли в глобальной войне, остатки человеческой расы вновь столкнулись с угрозой вымирания. Пришло время оправдать свое существование в этом жестоком мире. Неизвестная форма жизни, более известная как Сада, нападает на землю и вступает в схватку с новейшим и единым оружием человечества, которое сможет дать отпор. Это боевой костюм Bar Max 3. Вот такая вот завязочка сюжета в этой довольно качественной экшен-рпг с потрясающей графикой консольного уровня. Игра вышла в 20-м году, но по сей день не растеряла своей крутости и остается одной из лучших игр в этом жанре. Помимо крутого сюжета, в игре первоклассная озвучка и аудиоэффекты, воссозданные по всем голливудским стандартам. И это здесь вовсе не для какого-то красного словца, даже не думай, братан. За эффекты в ответе звукооператор трилогии Властелин колец, Грэмми Джон Курлан. Благодаря его профессионализму играть в этот шедевр в наушниках – абсолютный кайф. Игрушка, кстати, платная, стоит больше тысячи рублей. Ага, тысяча рублей за мобильную игру. Дожили. А для россиян она и вовсе недоступна. Но! Телеги сами знаете кого, она лежит совершенно бесплатно. Панган – это 3D-шутер от третьего лица в жанре «Королевская битва». Вы выступаете в роли одной из 25 игрушек, которой предстоит участвовать в очень динамичных битвах на территории одной из комнат в квартире ваших хозяев. Если вы, как и я, любите мультики по типу истории игрушек, и в детстве залипали за них, то игрушка вам по-любому понравится. Из особенностей, помимо общего сеттинга, который вообще значительно выделяет Панган на фоне конкурентов, можно выделить огромный арсенал вооружений. Ушек здесь больше 60 штук. И каждая из них имеет свои уникальные визуальные модификации. Ну а на сегодня это всё. Вот такая вот интересная подборка игр для мобильных телефонов у нас с вами сегодня получилась. Слыши в комментариях, какая из игр тебе понравилась больше всего. И обязательно поделись с другими своей любимой игрой на телефоне. Ну а если ролик тебе понравился, не поленись его поддержать своим отцовским лайком. С тобой был, как всегда, отец Евген. Подписывайся на мой канал, если до сих пор на него не подписан. Нажимай колокольчик, чтобы ничего не пропустить. И увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok